Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Тем, кто к нам только что подключился, сообщаю, что у нас в гостях художник и музыкант Сергей Блюмин, который первую часть своей жизни провел в основном в музыкальном мире. Он родом из Ленинграда, потом он жил в Баку, рос в Баку, учился в Баку, прошел через Бакинскую центральную музыкальную школу десятилетку для одаренных детей, учился играть на трубе, но, как он утверждает, играл на всех инструментах, почти на всех, включая двухрядную гармошку. Потом оказался в Москве, потом учился еще и в Ленинграде и только где-то 18 лет, увидев картины Канденского и Клея, решил, что должен стать художником. До перерыва мы обсуждали его технику и то, что он делает. И сейчас мы продолжим нашу такую маленькую выставочную экскурсию, экскурсию по работам Сергея Блюмина, после чего обязательно примем ваши звонки. Итак, пожалуйста, Сергей, что мы видим дальше? И по ходу дела я бы хотела, чтобы вы рассказали, немножко рассказывали, вернее, глядя на эти картины, как вы работаете. Мне всегда интересен процесс работы над произведением, начиная от замысла, от импульса и кончая его, ну, самой последней частью, рамой, допустим. Кстати, насколько важна рама для картины? Что мы видим? Мы видим картину, которая называется «Свистун». Когда она была написана? Она написана пару лет назад. Это картина 2002 года, мне кажется. И она изображает человека, который в темноте ночи, он, по сути дела, заброшен. И это, наверное, картина о том, как вообще себя ощущает человек в жизни. И он, с одной стороны, боится нарушить какой-то баланс этой ночи, пантеистского толка. С другой стороны, у него поза его довольно защитная. То есть, вот то, что он защищающая. Отвергающая то ли то, что за ним, то ли самого себя, то ли отвергающая то, что на него катится. Понятно. И на самом деле, вот когда я говорю, что музыка – лучший учитель, это именно то, что я имею в виду. Я в своих картинах стараюсь добиваться многоплановости, чтобы там был первый, потом второй, третий и под план, и под контекст. Да, так же, как в музыкальной партитуре, все это решается неоднопланово. Эти мои картины отличаются от картин очень многих художников. Посмотрим следующую работу сразу. Эта картина называется «Поклонение волхвов». Она написана в 2003 году. Это огромная картина. Она порядка трех метров в длину и двух метров в высоту. Но сюжет этот, в общем-то, известен. Да, конечно. И тут вот этот вот жест мужчины, который трогает Деву Марию, он, собственно говоря, и родил эту картину, потому что суть этого жеста, с моей точки зрения, заключается в неверении в то, что это все реально происходит. Он притрагивается к ней, чтобы убедиться в том, что она реально. Это то же самое, как Фома неверующий, который вставляет палец в рану Иисуса. И у меня огромное количество картин на религиозные темы, при том, что я сам, по сути дела, таоист. Атеист или таоист? Вот это вот одна из ранних картин. Очень похожа на влияние Филонова тут как раз очень ясно. Да, да. Она была написана, писалась во Флоренции, где я жил полгода в ожидании своих сольных концертов с филармонией флорентийской. То есть это был уже момент эмиграции, переезд из России в Америку. Мне повезло, меня князь Андрей Волконский, этот руководитель ансамбля Мадригал, познакомил со своей кузиной, это Баргейзе, та, которая когда-то принадлежала вилле Баргейзе. Она сама, между прочим, оказалась скульпторшей. И она купила у меня когда-то работу в день коронации бывшего папы, она у меня на площади Святого Петра купила работу. Для нее это был символ чего-то. И она меня познакомила со своей приятельницей, которая оказалась потомницей Козьмы Медичи. И благодаря этому мы смогли, она пригласила нас во Флоренцию, меня с моей тогда бывшей женой поэтом Мариной Темкиной и моим сыном Данилом. И вот мы там жили, в этом доме, и на крыше этого дома я писал эту картину в течение нескольких месяцев. И за это время рабочие, которые там строили дом, они его целиком покрасили и так далее. Они мне говорили по-итальянски, что смотри, парень, ты все еще работаешь над ней, а мы уже целый дом покрасили. Потому что ты, наверное, не тем делом занимаешься. Тем не менее, это тоже ранняя работа, называется она «Сельский музыкант». Ну, здесь просто изображен одинокий юноша в белом с гитарой. Аналогичная, кстати, картина, только гораздо большего размера, чем эта, находится в коллекции Лизы Леонской в Вене. Это вот тогда, это, наверное, 81-го года картина, тогда я был, поэтому, очевидно, одиночество, я так думаю. Сейчас я отвечу на вопрос, как работать. Вот картины такого типа, как эта, например, они пишутся изнутри. Там ты сидишь, очень внимательно смотришь на белый холст, и тогда, пользуясь методом Микеланджело, как он говорит, что нет ни одной скульптуры, которая бы уже не была запечатлена в куске мрамора, ты находишь свой образ своим внутренним воображением, и тут очень важно, очень честно следовать тому, что ты видишь. Потому что я в своих картинах ничего не меняю, я не передвигаю глаз направо, на одну сторону, или там, на сантиметр выше. То есть вы вслушиваетесь в себя, или всматриваетесь в свое воображение? Я всматриваю в свое воображение, которое у меня с детства было, наверное, очень большим. Развитым? Да, я помню, что я всегда любил рассматривать всякие трещины, скалы там и прочие всякие вещи. И видел в них что-то? И видел, да, в них очень много чего можно увидеть. Это интерпретативный метод восприятия реальности, то есть ты переводишь реальность в другой язык. Эта картина называется «Объятие». Это представитель работ, эта картина довольно недавняя, ей три года, скажем, но она является представителем работ и развитием работ, которые когда-то я называл сентиментальные картины. Это в основном посвящено всяким парам или человеческим отношениям. И там плюс к тому же периоду принадлежали картины, которые у меня были, это на мифологические темы всякие и так далее, но я, к сожалению, не смог их тоже сюда вставить, просто из-за объема формата всего этого дела. Как вы добиваетесь такой интенсивности тонов? Вы пишете маслом? Да, да, я пишу маслом. Это редко для масла такая яркость. Вот эта вот картина называется «Змей». Вот там белый светлый квадрат наверху, это змей, которого юноша держит в руках, и мой младший сын Денис себя узнает и сейчас в этом, хотя когда я писал эту картину, ему было пять лет, а сейчас ему уже 12 скоро. Это картина о том, как художники хоронят квадрат Малевича. Вот этот вот черный как бы гроб, это квадрат Малевича. И это, наверное, то самое близкое место, каким образом я смог приблизиться к мышлению Венечки Ерофеева. Это такой театр жизни, где люди занимаются своим делом, и женщина там в правом углу сидит и продает единственное, что у нее есть, это как бы птицу какую-то, что надо сказать в христианском символизме, символ души. Девочка с коляской в левом углу – это моя дочка, которой сейчас 8 лет, Дафни. Ну, а все эти музыканты мне очень знакомы, потому что я в 19 лет уже играл на похоронах, поэтому для меня это все известные персонажи. Там есть один музыкант, который очень тревожно играть на треугольнике, очень редкий инструмент, он пытается призвать в живописи треугольник, может быть, никогда не изображался. А пытается призвать к какому-то здравому смыслу, очевидно. Я хочу сказать только, прежде чем мы будем обсуждать эту работу, у нас осталось меньше 20 минут до окончания программы, поэтому я должна сказать, открыть линию, вернее, дать возможность людям позвонить. Если вы хотите звонить, друзья, звоните сейчас. Мы сейчас покажем вам телефоны, напомним их, я думаю, что многие из вас их уже прекрасно помнят наизусть, но я и так и не выучила. 201-461-67-36, 201-461-13-84. Звоните, спрашивайте. Сергей Блумин рассказывает нам, как он достигает такой интенсивности тона на примере своих картин. Пожалуйста, пойдем смотреть дальше картины и комментировать их. Вот эта вот картина, это искушение, это святой Иероним, то есть Сен-Джером. Напомните нам легенду о святом Иерониме. Что там с ним произошло? Он сидел в пещере, и он постоянно, его изображают с книгой, и он... И с черепом, да. И с черепом, и вот он там сидел и размышлял, и там его также изображают со львом. А дело в том, что вот, например, тот розовый цвет, который сзади там есть, это мне пришлось самому специально сделать краску. Такая краска не продается. Я пользуюсь довольно большим количеством прозрачных красок. У меня огромная коллекция красок из стран со всего мира. У меня, скажем, только желтый хохор, по-моему, там 40 штук из разных стран. И я стараюсь не смешивать краски. Либо если я смешиваю краски, то я смешиваю прозрачные с прозрачными, непрозрачные с непрозрачными, что дает чистоту тона. И я делаю как минимум 15-20% своих красок сам. Потому что эти пигменты можно купить, а в тюбиках они не продаются. Но надо сказать, что в Средневековье, во время Ренессанса, художники тоже сами делали свои краски. Конечно. И имели свои секреты. Да. И вот, скажем, то, что там у него на груди желто-зеленое и так далее, это просто зеленая земля. Многие современные художники сейчас не пользуются уже этими красками, потому что они довольно прозрачные. Это купальщики, называется «Мелководье». Все эти картины очень большие. Эта картина, скажем, тоже порядка полутора метра или даже метр восемьдесят. Это у меня есть целая группа картин, посвященная всяким разным купальщикам. Безусловно, это моя реакция на купальщиков Сезанна. Да. Было довольно большое количество в разные периоды моей жизни художников, которые на меня повлияли. И Сезанна – один из очень важных влияний. Так же, как в свое время был когда-то и Пол Клея. Такие картины тоже рождаются. Там женщина с ребенком, там всякие. Это огромное количество народу. Но мы можем даже сказать, что это реализм нашего Брайтон-Бича или что-нибудь в этом роде. Но я не думаю, что я это... Да, мы не думаем, что это повысит интерес к этой картине, скажем так. Да. И, наконец, вот это последняя из тех работ, которые мы сегодня можем вам показать. К сожалению, у нас не так много времени было для того, чтобы все это приготовить. И так это уже совсем такой... Этот цветы у меня... Типичный, традиционный. Да, у меня есть... Это тоже картине, это лет пять, наверное. Я считаю, что вообще тема цветов – это очень опасная тема, потому что было написано огромное количество банальных картин на эту тему. Ну, для меня, я думаю, что я сумел найти определенную идиому. И у мной написано порядка там пяти-шести натюрмортов цветочных. Для тех, кого заинтересует больше информация о моих картинах, можно посмотреть мой веб-сайт, что является www.sergeyblumen.com. У нас звонок из Чикаго, от Раисы, которая нам хочет что-то сказать. Раиса, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо вам за вашу передачу. Такие интересные люди, такие интересные работы. И большое спасибо художнику Блюмену. Ну, вот у меня такой небольшой вопрос по поводу картины «Сельский юноша с гитарой». Скажите, пожалуйста, почему вы изобразили этого юношу, который держит гитару с грифом в правой руке? Может быть, это какой-то смысл вложен? Обычно я знаю гитару, держу так, что гриф в левой руке. Дело в том, что он на самом деле не играет. И потом, понимаете, картина... Я согласен, я сам играю на гитаре и держу гриф в левой руке. Но вы обратили внимание, что у юноши три пальца почему-то? На левой руке. Ну да, да. Да. И вот я сам долго, когда я работал над этой картиной, я очень долго мучился с этим. Но я никак не мог ему сделать четыре пальца, потому что один палец оказывался лишним. А, один. Может быть, он просто его поджал. Можно, но мы пойдем на компромисс и решим, что он его поджал. Но я-то точно знаю, что у него три пальца. Но насчет грифа я, откровенно говоря, не мог поменять эту композицию. Видимо, по балансу этой картины гриф должен был идти именно налево. И поэтому получился в его правой руке. Хорошо, спасибо. Хорошо, что вы нам сказали перед началом, что вы сначала всматриваетесь в холст и видите, что в этом холсте, из этого холста выйдет на вас. И вот вышел вот такой вот гриф. Я, по сути дела, просто как медиум, как посланник божий. Я сам, я даже ответственности, по сути дела, не несу. Ой, это очень хорошая, легкая позиция. Легкая позиция. Очень многие мужчины пользуются легкими позициями. Так что вот такие дела. Да, кстати, говоря об этом, как вы выживаете в Америке? Вы здесь уже довольно давно живете, больше 30 лет. Ну, нет, я около 30 лет. Вы были одним из семидесятников. Да, я приехал в конце, ну, где-то в середине 79 года. Да, вы только занимаетесь живописью или вам приходится отклоняться в ту или иную сторону? Нет, к сожалению, мне, видимо, надо было приходиться отклоняться. Я, к сожалению, не отклоняюсь. Я пока еще Бог меня хранил, и я жив. В разные периоды своей жизни, по тем или иным причинам, я по-разному выживал. Были периоды, когда у меня были очень хорошие годы. Скажем, вот, например, когда была моя выставка в галерее Алекс Эдмунд, они, несмотря на то, что тогда был упадок на рынке, они продали практически 70% этих картин. Что очень хорошо. Это очень хорошо. Я знаю, что в 90-е годы у вас почти каждый год была в Нью-Йорке выставка. Да, да, да. Но потом вот у меня дело в том, что... Я потом начал переходить в другое совершенно качество. То есть я начал развиваться во многих разных направлениях. И в частности я очень много времени потратил и на коллажи, и на смешанную скульптуру, которые... Но это отдельно, это уже тема отдельной передачи, очевидно. Также я... А, кстати, галереи ведь не очень любят, когда художник отклоняется от того, что уже имеет успех. И, может быть, в этом была причина каких-то трудностей? Нет, нет, нет. Дело в том, что Алекс Эдмунд же закрылся, они уехали. Ну, это отдельный разговор. Я выставлялся потом в Миме Ферц. Это галерея, которая выставляет очень многих художников, хотя берет огромные проценты. Да, да. И они меня просто приглашали как бы как гостем. Я никогда с ними не работал так всерьез. Я выставлялся вот с этой зи галлери, которая была на Грин-стрит. Потом хозяйка тоже уехала. Она вообще китаянка, она уехала в Пекин. Она якобы мне говорила, что она будет там представителем Малборо или что-то такое. Я не знаю, что с ней стало. Важно то, что моя картина-трио, большая масляная картина, у нее так и осталась где-то. И извлечь невозможно. Да. Потом я делаю часто выставки квартирные. Скажем, я делал у жены Миши Гальперина, Лены Друг, когда-то дома выставку. И там сумел как-то за счет этого выжить. В Калифорнии у меня очень много есть коллекционеров, у которых у некоторых на руках по 20, по 30 работ. Калифорния любит яркие тона. Я думаю, что ваши работы как раз туда очень хорошо, очень подходят для этого, для стиля жизни калифорнийского, для освещения калифорнийского. Может быть. Но у меня много разных. У меня есть просто белые картины, у меня есть и белая на белом, и есть всякие картины. У меня очень много разных картин. И сейчас мои тона гораздо менее яркие, хотя на самом деле я вовсе не уверен в том, что это то направление, в котором я собираюсь развиваться. Например, ту картину, которую я сейчас пишу, посвящено смерти моей матери, это просто женщина с ребенком. И, может быть, вполне как бы даже реализм. У меня есть даже один каталог, где я участник выставки «Санкт-Петербургский реализм». В основном это выставка работы из Академии художеств. И все люди вообще считают, что я закончил Академию художеств. На самом деле нет, я ничего не закончил. Единственное, что у нас был очень хороший искусствоведческий факультет Московской консерватории. Да. И вот это... Хорошо учили. Плюс ко всему у нас была в Квинсе группа художников, которые скидывались, нанимали модели. Мы рисовали с натуры. Я очень много рисовал с натуры в Митропавлотон-музее. Я знаю Митропавлотон-музее. То есть вы копировали не с натуры, а вы копировали художников? Нет, рисунком. Я анализировал художников. Ну, это идеальный всегда способ обучения. Это всегда из века в век было. Художники учились, копируя старых мастеров. Да. У меня огромная коллекция неолитического искусства, классического, древнегреческого, римского, сосанитского, китайского, там, хандайности и прочее. Мой интерес к антиквите питает то, что меня интересует. И меня интересует археология и примитивное искусство. Такой вот. Я бегаю регулярно на протяжении уже 40 лет. Бегаю по 3 мили в день. И таким образом пытаюсь выжить в Америке. Да, то есть выживаем всеми способами, какими только можно. Поддерживаете ли вы контакты с Россией? Один контакт, который я попытался поддержать, приезжал. У них, оказывается, есть музей диссидентского искусства на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге. И мне позвонила тогда моя приятельница Аида Тульская. Он у нее увидел. У нее огромная коллекция тоже моих работ. Она в Рерих-музее. И он увидел мои работы и вдруг сказал, что он хочет, чтобы у них в музее что-то сделать, выставку или еще что-то такое. Я ему послал. Но так из этого ничего. С русскими, по-моему, договариваться довольно сложно. Хотя пусть они меня просят. Люба, надо быть, наверное, в России, чаще приезжать туда. У нас звонок из города Вашингтона от Любы. Люба, говорите, пожалуйста. Люба! Здравствуйте! Моя мама сказала, что вам надо покрасить бороду. А она все знает. Она любит красоту. А вы любите яркие краски. Я покрашу в яркую краску. Вы знаете, дорогая Люба, спасибо вам за радостную ноту, которую вы внесли в такую мрачную погоду. Тем не менее, я боюсь, что лучше не красить. Потому что крашеные волосы выглядят очень плохо. Особенно на мужчинах. Почему-то что-то происходит с мужчинами, что-то у них с химией не так. Краски на них плохо ложатся. Пока еще не изобрели. Может быть, вот Сергей Блюмин, который изобретает собственные краски для картин, вот он, наверное, очень хорошо сможет сделать. Я вообще изобретательный человек. Я изобрел ворону. Вот подумайте об этом. Может быть, в следующий раз, когда вы придете к нам, вы нам продемонстрируете краски собственного изобретения для окрашивания бороды, волос. Для мужчин. Если у Любы больше других вопросов нет, то мы продолжаем нашу беседу. Да, ну я спрошу у своей подруги Лены. Может быть, мне действительно надо покрасить. Да, да. Что нам Лена скажет? Это очень важный момент. Теперь о беседе. Короче говоря, я считаю, что художник – это публичная, как это сказать, общественная фигура. Общественная фигура, конечно. И он несет на себе вот этот вот моральный крест. Я помню, почему, например, я уехал из России. Когда-то там есть такой маленький выставочный зал, называется «Павильон Росси». Это чайный домик, который находится в Летнем саду. И у меня там была выставка персональная. И после этого там было огромное количество каких-то чудовищных, чудесных отзывов. И там было написано вплоть до того, что взошла же наконец желанная заря. Я сначала обрадовался и даже чуть не прослезился. А потом я подумал, что я же посылаю людям ложный сигнал. Они же не знают, что я работаю в оркестре, получаю, там, я не знаю, 200 рублей. Я получаю от лавки художников за месяц столько, сколько люди получают за год. То есть вы их пытаетесь убедить в том, что какой прекрасный мир, какое счастье. Ну да, при том, что я никакого отношения не имел к развитию идиомы, соцреализма, который, кстати, об этом я не говорил, но я пришел к выводу, что вот все то, что происходило в 20 веке, это все символизм. И, кстати, не... И соцреализм можно тоже так прощать. И соцреализм тоже. У нас осталось, вот теперь народ разгорячился, осталось 3 минуты, а есть звонки. Давайте хоть один примем. Андрей из Портланда. Портланд, бог мой, это же как? Орегон. Орегон? Есть Портланд. Андрей. Андрей, по-моему, отчаялся. Нет? Алло. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Блюмин. Очень приятно. Очень симпатичный художник. И спасибо ему. Спасибо. Понравилась мне, понравилась ваша работа. Музыкант очень понравилась. И вторая работа понравилась. Объятия. А вопрос мой такой. Вы сказали, вы атеист? Я не совсем... Нет, нет. Атауист. Атауист. Да. Расскажите, кто это? Что это? Чем это связано? Спасибо. У нас всего две минуты, поэтому придется в две минуты все учение. Таизм – это китайское учение, которое было самоположником которого был Лао Цу, по-моему, которое говорит о том, что добро и зло – это как бы часть одного целого, а что истина находится посредине. И что человек должен принимать свой жизненный путь, и по нему следовать, и жить сегодняшним днем, и что смысл жизни в совершенствовании человеческой души. Это очень хороший финал для нашей передачи. Друзья, я благодарю всех, кто нам позвонил. Спасибо, Андрей, за умный вопрос. Спасибо всем. В следующий раз у нас, если это будет... А, послезавтра. Послезавтра у нас два молодых, очень интересных, талантливых музыканта. Будет, в частности, скрипач со своей собственной скрипкой. Он будет играть скрипкой очень хорошего качества. Мы поговорим об этом инструменте. А, кстати, у этих ребят это Евгения Пелявина и Сергей Островский. У них совсем скоро в Нью-Йорке концерт. Так что мы с ними вас познакомим. После этого, вы знаете, друзья, что начинается неделя российского кино в Нью-Йорке. И, возможно, что в следующую среду у нас в гостях будет кто-то из известных режиссеров, которые приезжают на эту неделю. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok